Вот такие кадры можно реализовать, если у вас синдром Паркинсона. Вы просто берете камеру, крутите вот так вот ее и делаете кадры где-то на выдержку 1,20 секунда. На самом деле 2022 год можно смело считать годом шевеленки. Многие фотографы начали реализовывать такой эффект в своих съемках, и это неспроста. Он действительно добавляет кадру динамики, а в сериях становится еще более ценным за счет акцента на общем настроении снимка. В общем, шевеленка это кайф, а самое главное, она обладает вау-эффектом, который спокойно продает за очень хорошие деньги ваш стиль. К примеру, Инна Мендельсон фигачит шевеленку на вот этот хренолимпус, и у нее море клиентов за очень хороший прайс. Я чем-то не тем занимаюсь, наверное. Надо тоже шевеленку фигачить, хотя чой-то я, я ее уже использую. Только реализую я ее не дерганием камеры, а с помощью фотошопа. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня я покажу вам, как делать супер пластичную шевеленку. Поехали. Самый распространенный эффект шевеленки завязан на радиальном движении камеры, когда вы ее крутите относительно центральной оптической оси. И первое, что приходит на ум в плане реализации, фильтр размытия-радиальное размытие. Бахнуть в угол, и эффект готов. К сожалению, у нас в таком случае мажутся лица, и для многих это может показаться браком. А наложение маски на лицо еще сильнее крепит фотографию. Крепота, согласитесь. Но есть способ сохранить структуру расфокуса фона с сохранением детализации лица. Для этого мы воспользуемся одним из моих любимых фильтров, PF Blur. Он позволяет создать радиальный вектор размытия на всей площади фотографии. Главное локализовать их силу воздействия. И после его воздействия мы имеем реалистичный радиальный смаз с сохранением детализации на лице. Ничего не понятно, но очень интересно. И вот чтобы вам было и понятно, я покажу конкретный пример. Когда мы с вами держим камеру в руках и резко смещаем ее во время съемки, чтобы получить шевеленку, как правило, у нас появляется определенный радиус расфокуса. Именно характер закрученности. Мы можем попытаться реализовать размытие, взяв центр вращения нашей камеры и разместив его в этой точке. То есть все пиксели у нас должны размываться, начиная от центра в минимуме и доходя до максимального размытия по краю кадра. Здесь первое, что приходит на ум, это, конечно же, опять использование радиального фильтра. Если мы его будем использовать, у нас пиксели, находящиеся в центре скрута, остаются резкими, а все остальное уже уходит в расфокус. Если вы не хотите получить такой сильный расфокус, можно пойти как раз путем использования инструмента Pad Blur. Он позволяет уже локально определить области, на которые вы будете накладывать смаз, но при этом сохранить структуру этого смаза. Смотрите, у нас сохраняются линии, по которым мы изначально хотели нарисовать скручивание, но при этом лицо остается в фокусе. Как это делается? Объясняю. Дублируем слой, идем в фильтры Blur Gallery, Pad Blur. У нас сразу открывается новое окно, в котором появляется вектор, по которому мы с вами будем размывать картинку, по которому будут двигаться пиксели, размывающие соседние. И вы можете придать этому вектору абсолютно любую фигуру. Мы с вами будем создавать вектора, которые будут стилизовать именно радиальный скрут. Поэтому они у нас будут частью, сектором окружности. Убедитесь в том, что все ваши вектора направлены в одном направлении. В данном случае против часовой стрелки. В идеале еще постараться создать вектора таким образом, чтобы каждый луч, исходящий из точки скрута, был приблизительно перпендикулярен каждому вектору. Вроде бы уже сейчас мы имеем вполне реалистичный скрут, но нам хотелось бы сохранить модель, лицо модели более резким. Для этого мы должны создать еще один вектор таким образом, чтобы конечные точки оставались на лице. И выбрав вектор, отвечающий за модель, пойти в End Point Speed и ее опустить до 0 пикселей. И то же самое можно сделать в второй конечной точке нашего модельного вектора. Регулируя точное положение конечных точек, вы можете более детально, более локально сформировать положение расфокуса и фокуса в кадре. Мне хотелось бы, чтобы точки, находящиеся ближе к центру скрута, имели меньший расфокус. Поэтому в этом векторе End Point Speed я опущу пикселей до 14. А более далекие вектора, я их наоборот сделаю более сильными. End Point Speed в конечном векторе я подниму. Сейчас мы имеем очень активный, явный эффект расфокуса. Суммарно понизить этот эффект мы можем с помощью графы Speed. Просто опускаем ее процентов до 15. И уже сейчас у нас появляется вполне реалистичный вариант. До, после, до, после. Удаляем два этих слоя и будем все делать заново. Первое. Мы дублируем слой. Называем его шевеленка. Шевеленка. И детектив шевеленка. Далее идем в фильтры. Blur Gallery. Pet Blur. У нас открывается отдельное окно. В центре появляется сразу стрелочка. Уникальный вектор, по которому и будет идти смаз. Нам никто не мешает сделать этот вектор круглым. Для начала нам нужно определиться, в какой точке мы будем проводить смаз. Я, к примеру, выберу вот эту точку. Пускай именно эта точка будет центральной осью движения моей камеры. А дальше я создаю векторами круг. Раз вектор. Два вектор. Пожалуйста, уже сейчас мы видим то, что у нас появляется характерного рода смаз. Реализуемой шевеленкой. Убедитесь, что все вектора, которые у вас имеются, они идут в одном направлении. К примеру, все по часовой стрелке, либо все против часовой стрелки. Это очень важно. Если вы это не сделаете, если у вас вектора будут инвертированы, то получится вот такая вот гаргантюа, черная дыра непонятная. Далее мы должны добавить еще два вектора. Один вектор будет находиться на нашей модели. Желательно, чтобы конечные ход-пойнты у вас были строго на теле. Но при этом кривизна этой линии совпадала с окружностью. И еще одну кривую я кину на фон. Вот такая вот ситуация у нас получается. Что мы теперь можем сделать? Мы можем по отдельности каждую из этих кривых регулировать. Но есть один маленький нюансик. Когда мы с вами скручиваем камеру во время шевеленки, центральная ось у нас остается резкой. В данном случае она у нас размазалась. Поэтому мы должны создать еще одну точку. Прям в самом центре. Состоящую из четырех ход-пойнтов. Опять же убедитесь, что центральный вектор также у нас крутится по часовой стрелке. Каждый из концов мы обнуляем. Endpoint Speed. Клацаем на 0 пикселей. Что в результате происходит? Центральная часть у нас остается в фокусе без размаза. И она плавным градиентом усиливается к нашему следующему вектору. Теперь мы можем поработать с вектором, который падает на нашу модель. Также можно опустить Endpoint Speed до, к примеру, 5 пикселей. Сделать его меньше. В зависимости, опять же, от нужного вам результата. Если хотите сильнее размазать лицо, добавляйте больше конечную скорость. Можете бахнуть на 0 и сохранить резкость на вашей модели. Если эффект вам кажется очень сильным в целом, вы можете общую скорость опустить с 50, к примеру, до 30%. Далее я нажимаю на ОК, мой эффект готов. До, после, до, после, до, после. Еще один пример разности радиального и Path Blur фильтра. Радиальный фильтр смазывает лицо. Центр у нас выбран в этой точке. Лицо смазывается не совсем круто. Накидываете Path Blur и все. У нас сохраняется структура расфокуса. Выглядит это все очень круто, но при этом лицо остается в фокусе. Все по накатанной. Дублируем слой, идем в фильтры, Blur Gallery, Path Blur. Сразу выбираем точку, где у нас будет расфокус. Давайте я отмечу эту. Бахаем сюда круглый вектор. Просто постарайтесь придать ему более круглый вид. Он у нас будет закручивать картинку по часовой стрелке. Обязательно у нас должен быть большой вектор общего расфокуса. Если у вас появляются вот такие вот артефакты, как в черной дыре, можете добавить еще один вектор, который будет закручивать картинку по часовой стрелке. Если ваши вектора выходят за рамки кадра, ничего страшного. Каждый вектор все же вносит свою лепту в общий рисунок расфокуса. Основной размаз у нас сформирован. Теперь нам нужно добавить еще один вектор, идущий по часовой стрелке. И сделать так, чтобы конечные точки были на теле нашей модели. Конечную точку на голове я сразу обнуляю, чтобы портрет был в фокусе. А вот вектор, находящийся на ее попке, мы с вами наоборот немножечко сильнее уведем в расфокус. Также центральную точку давайте сделаем менее активной. И общую силу также снизим процентов до 30. Теперь сюда остается добавить немножечко зерна, потому что все области, которые у вас ушли в расфокус, они смазываются, и картинка теряет текстуру. Чтобы эту текстуру восстановить, мы с вами добавляем зерно через модуль камеры RAW. Открываем картинку, сочетание клавиш Shift-Command-A. Идем в восьмую вкладку эффекты и бахаем зерна процентов на 20. Этого будет вполне достаточно. Смотрим результат. До, после. До, после. До, после. Помимо классических вариантов радиального расфокуса, вы можете использовать также расфокусы и линейные, и криволинейные. Интересность фильтра Pet Blur в том, что вы можете реализовать различные эффекты размытия, которые невозможно сделать физически. Остается только включить фантазию и экспериментировать. А вот на моем Patreon-канале вам даже, в принципе, экспериментировать не нужно, потому что я запилил гайд по инструменту Pet Blur. А еще там полно уроков по обработке фотографий. Также бэкстейджа с моих съемок. Можете посмотреть, как я общаюсь с моделью, придумываю различные позы. Сам вместо модели ложусь на место, показываю, что как. Она потом за мной повторяет. В общем, там много всего интересного. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok